Ну что, при слове йод, да, первое, это у нас ассоциация щитовидной железы. Как будто только в щитовидке есть йод, больше его нигде нет. Ну, действительно, в щитовидной железе должно быть порядка 40-50 раз больше йода, чем во всем организме. Казалось бы, ну вот что такое здесь такая бабочка, да, и почему именно в ней столько должно быть йода в этом органе. То есть она у нас на первом месте. А как правило, у нас этот бочонок, он должен быть с йодом, а он у нас пустой. Представляете, каждые 14 минут, это, в общем-то, научный факт, что вся кровь организма проходит у нас через щитовидную железу. И когда она полна нормальными формами йода, то мы это даже видим на своих пациентах. То есть она первая вступает в такой вот бой с вирусами, бактериями, различными условными патогенами в крови. То есть она выделяет йод, и если видит вирус, он как контролер, видит его раз, или убаубило, либо немножко ослабило. Следующий круг может добиться. А если у нас йода нету там, то кровь, сами знаем, мы все, да, что нестерильная, и несет различные эти патогены. Может это застревать в щитовидной железе. Это один из механизмов, кстати, возникновения узлов. Что такое узел? Это мешочек с мусором. То есть пустая, без йода щитовидка, она не смогла какой-то попавший туда элемент нейтрализовать. Раз. И начинается этот мешочек, потом он разрастается, киста пошла уже. Вот почему я так говорю, это я как бы уже домыслил, можно сказать, сам механизм этот, потому что я знаю, что на Бенунале узлы рассасываются. И для нас это, знаете, бывает до смешного, люди такие, как бы, интересные моменты, они это воспринимают как, ну, расскажу, да, женщина зашла, у нас в офисе покупает 4 штучки. Купила, уходит, а я, мне всегда интересно, не зачерплю, а он говорит, а вы, говорит, я ваши ролики посмотрела, 2 года назад вам позвонила, вы мне сказали, по 5 капель пейте, ну, я пью по 5 капель. Через год у меня, говорит, ушел к кальцинированному, который, по мнению докренологов, кальцинаты не уходят никогда вообще. А тут он ушел, и она говорит, ну, я так же продолжаю, по 5 капель пить, и мне хорошо. А можно вопросик в клинике сказать, поскольку надо тогда пить, если узлы есть такой? А мы сейчас, вы подойдете, потому что здесь важно разобраться, что у вас еще ставят. Ну, как правило, на первом месте у нас гипотариоз, на втором это иммунный диодид. И гипотариоз, в простонародье все говорят, у меня переизбуток, я говорю, вы сколько килограмм не уедите? А я вообще не ем. Ну, потому что, в общем-то, мы не едим, да, а вот гипотариоз, переизбыток, это не переизбыток, это просто не усвоение щитовидной железой йода. То есть, вот этот механизм, да, как мы учимся ходить, там, глазки открываться, пленочка сходит. То же самое и щитовидная железа, этот механизм усвоения йода, он должен, ну, завестись. А йода нет в воздухе, я положу. В Москве на целых две десятых микрограмма йода, по метре воздуха, на море, я этот факт всегда там привожу, около трехсот. Триста-триста пятьдесят. Тогда, по мнению эндокринологов, которые повторяют мантру, да, вам йод нельзя, вам йод нельзя. И все женщины, ну, мне йод нельзя, вы мне нельзя йод. Мне мой эндокринолог сказал, мне йод нельзя. Ну, все доверяют, да, хотя, эндокринологи, ну, они, понятно, что обычные рядовые, они, ну, люди зависимые, что сказали, то они и делают. Вот завели вот эту гормонозамещающую терапию, вот они ее толкают и толкают, там, свои протоколы и так далее. Вот, и такая оборона, да, ни в коем случае йод. Поэтому надо разобраться, с айпатериоз можно чуть больше. Если гидрофункция, любой эндокринолог вам скажет, ни в коем случае йод. Можно, иммунал можно и нужен. Уходит и гидрофункция, и вот, и иммунный териодин. Единственное, что при этих двух заболеваниях мы не больше пяти капель. Ну, бывает, что десять, там, если помоложе будет. Вот, опять капель, и вот иммунный процесс, он разворачивается. Вообще щитовидная железа не любит резких движений, поэтому даже те люди, хоть мы и противники гормонов, но если человек уже, там, 20 лет на гормонах, ну, нельзя ему говорить, все, отменяй и давай вот на иммунал. Постепенно, за год можно, в принципе, сойти со 100 единиц. Каждые, там, три месяца мы их убираем по 25 единиц, повышаем чуть большую дозировку бимонола, и все, вот так будет. Вот давайте в практику, да, тем более есть люди, у кого есть, прям вот узлы. Первое, что я всегда советую простые вещи, взятые, допустим, от Агулова, вот есть такой, Островский, да, здесь немножко. С Александром Тимофеевичем мы уже десять лет сотрудничаем с Агуловой, вот, в этом году он не приехал, в прошлом году был. Так вот, основное, это наладит работу шеи, то есть этот факт, что 14, каждые 14 минут проходит вся кровь, через 4, она же идет здесь, да, то есть у нас магистральные сосуды здесь, вены. Соответственно, шея у многих, я прям даже говорю, воткните себе палец, там, так втыкают, ой, напряженная шея. Вот сейчас вот девушка тоже говорила, что у нас у всех такие шеи. Вот, третий, четвертый позвонок надо посмотреть, все позвонки на место поставить, тоже очень сильно влияет на щитовидную, на работу щитовидной железы. Шея, вот, мы ее можем даже сами сидеть и спокойненько сзади разминать. Когда мы выпиваем бимунал, это уже островки, вот тоже про препараты йода говорить, но он про настойки орехов, это все тоже можно, я не против, наоборот, даже за, но работа бимунала, она удивительна и более эффективна. То есть мы выпиваем, когда, я как человек адаптированный, вот сегодня сзади уже пару ложек выпил, но нельзя людям, которые сразу, вот он, все это делает. Вот мы выпили, и нам нужно, что, щитовидную железу мы массировать не можем, почему-то это. Такое упражнение, на выдохе вот так вот, локти вверх, и мы вот так вот активируем щитовидку, мы туда стимулируем приток крови. Кровь будет с йодом, потому что мы выбили, да, и проходит, там, понятно, желудок заходит, слизистый желудок, и тонкий кишечник в верхнем отделе, там уже соль и йода начинают сасываться в кровь, и доходит сюда. Здесь мы активируем, если есть узел, сначала это нужно делать плавно, чтобы никаких там процессов не будоражить, да, потихонечку. Но кровь у нас в щитовидной железе, все, она находит этот узел. Я вот увидел такой эффект, что на какой-то момент, мне женщины знают, что у меня щитовидка чуть увеличилась. Я говорю, спокойно, спокойно, не паникуйте, потому что в узел заходит, туда йод, в структуру ранковгубка, вот этот узел принял, немножко его как бы разбухло, но он изнутри ее разрушает, и тут, и когда мы особенно делаем вот это все, мы улучшаем, из болота превращаем нашу щитовидную железу, мы превращаем в горную речку, и все постепенно начинает у нас выходить, проходить. Я говорю, очень простые такие механические вещи без всяких заумных, эндокринологи расскажут заумные вещи, хотя многие, кто идут анализы сдавать, им ничего не говорят, а люди у нас стесняются спросить. Я говорю, вы не стесняете, вы всегда задавайте простые глупые детские вопросы. А что за узел? А какой структурный узел? Коллоидный, там этот, есть так называемые ложные узлы, да, которые на пневмонале просто до смешного быстро рассасываются. А человеку уже говорят, а давай, королевка, мы тебе уже операцию сделаем. Одну долю, полдоля, это такая мода была, как раньше, гланды удалять, то же самое с щитовидной железой, абсолютно не надо ничего удалять. Вот. Соответственно, вошел он в структуру, горная речка, и пошло рассасывание, особенно если мы делаем эти все манипуляции, в том числе и кальцинат. Что мы видели? То, что я уже рассказал, также видели зобы. Кто-то подходил у игры, а зоб вот уходит. Или что происходит, когда женщина перестает пить в иммуналке? Есть ли подсадка какая-то? Я говорю, ну подсадки нету, ну в хорошем смысле она, да, присутствует. Но это объясняется тем, что физиологически мы должны йод получать каждый день. Вот так вот в нашем организме каждый день должен быть йод. И витамин С желательно, да, это хороший доберет. Поэтому женщину эту с зобом я тогда еще не решался, как бы только начинал назначать что-то при таких диагнозах. Я им дал телефон нашего научного руководителя Зельца Михайловича, он академик с миролуминник, как я сейчас его. И он назначил им два месяца пить по ложке, две недели перерыв, два месяца по ложке, две недели перерыв, через год зоб ушел. Ну так как это жена моего юмейка занимается. А через год он звонит, говорит, слушай, снова зоб пришел. Я говорю, а вы когда вот так вот пили супердозы, я же вам сказал пить еще по пять капель в течение, там, ну пейте просто, ну пропустили день, два, ничего страшного. Ну пусть он у нас будет. Зоб-то от чего? Из-за ее дефицита, да, мы устранили, насытились, этот зоб ушел. Год вы не пили бимунал, зоб вернулся. Ну, кстати, начали пить и все это снова ушел. Потому что Ростовская область, Калмыкия, там, тут вообще страшно, если брать Россию. Ну вот к этому факту вернусь, да, потому что на море у нас 300-350 микрограмм, где-то. В советское время куда нас отправляли астматиков и туберкулезников. Ну, бимунал три месяца, сложные туберкулезы, даже кровяные, я так слово скажу, уходят. Астма тоже. Потому что на море приехали, начинаем дышать. А если 350 микрограмм в кубометре воздуха, то по формуле можно вычислить. И человек, оказывается, 20-24 миллиграмма йода себя впитывает на море только с воздухом. Можете себе представить. То есть, по мнению докринологов, нам на море нельзя, потому что там супердоза йода. И, соответственно, когда мы на море, все помнят, да, мы сразу такие веселые, активные, другая кожа, ногти растут быстрее, волосы, белки, глаз белые. То есть, это все пошло, внутренняя антисекция, и вот такая гормональная перестройка. Кстати, быстро скажу факт, очень интересный. ТТГ всегда говорит, оставьте вы этот ТТГ. Мне многие говорят, у меня в щитовидке есть узлы, но у меня все гормоны в норме, и у меня все хорошо. Раз есть узлы, значит, все хорошо. А вот зациклили всех на этот ТТГ, и вот он, если чуть выше четырех, вот прям все, это вот давай на гормоны, и пожизненно нужно. Звонили женщине на ТТГ-50, ТТГ-100, и одна женщина, я все время про нее рассказываю, позвонила, я с ней часто разговариваю, и так стало интересно, ТТГ-400. Можете себе представить, в верхней планке, как бы, 4, у нее 400. Я говорю, может быть, там, блюзопитая, там, вам. Она говорит, нет, я в нескольких клиниках в городе Орел, я музейный экспонат, меня все знают. Ну, в общем, на гормоны ее предлагали, и она отказалась. И, говорит, попала на море, провела там 3 месяца. Приехала, сдала ТТГ-17. Эндокринолога, говорит, о, слушай, классно, давай сейчас доработаем, там, вот такие гормоны, все. Циферка 038, нижняя планка. Эндокринолога, все, нормально, давай, гуляй. Она говорит, ну, циферка-то хорошая, а у меня, говорит, волосы полезли, я стал в обмороке. И вот она даже так выразила, говорит, я дура согласилась, когда вот ей предложили гормоны. Я говорю, ну, естественно, вы при 400-м били, а тут вы при 17-м. А мы с циферками не боремся. Мы боремся, мы налаживаем всю экосистему. Вот, я вчера сказал, что, ну, давайте, в общем, по щитовидной железе закончим. То есть, иммунал можно при гипер, при гипер, при вот иммунном терении, при зобах. И, чтобы вы понимали, что источником всех проблем с щитовидной железой является йод-дефицит. Никакая гормонозамещающая терапия вам не поможет. Несколько женщин, даже сегодня подходили, 15 лет на гормонах, 100 единиц аутерокса. Девокор, вылечили вас? Я всегда им задаю вопрос, вас вылечили вот 15 лет? За 15 лет можно было при желании вылечить страшные болезни. Но вас вылечили? Нет. Потому что задач такой нет. Только вот начинают, ну, давай, 25 единиц. Потом, через несколько лет, ну, давай, там, 50, что-то маловато. И довести женщину до 100, до 25. Я как говорю, что 20 лет на гормонах все щитовидная железа атрофировалась. Она сухая, либо сухая, как, знаете, кураган. А иммунала мы ее размочим. Она может восстановиться, стать снова таким набухшим, конечно, уже не свежим абрикосом. Да, но что-то мы можем. Вот. И самое первое, что когда мы выпиваем иммунал, даже я провоцирую немножко женщинам, даю пробовать и даю чуть больше. Многие возвращаются и прибегают. Говорят, ну, я вот как будто вот прям в самолете вот лечу и падаю, турбулетность такая. Голова кружится, что у меня там, алкоголь? Я говорю, да нет, все нормально. Просто говорю, ваш гипофиз, он понял, что он есть, он включается. А у них же прямая связь с щитовидной железой. И если в щитовидной железе нету йода, то гипофиз вообще скучает. А он же у нас головной компьютер всей гормональной системы. То есть он включился через головокружение. Это хорошо, что головокружение, то значит, канал щитовидного гипофиз, он нормально, не забит. Хуже, когда даже вот с трех капель готовил, у меня виски сдавило, значит, этот канал загружен, ну, надо будет его пробивать. Ничего, мы возвращаемся. Одну капельку, даже пол капельки некоторым пей, бутылочку, одну каплю и сегодня пол бутылки, завтра пол бутылки. Но эти механизмы, вот о чем я говорю, их можно завести. То есть, все мы можем завести, и щитовидная железа с гипофизом, гипофиз через обратную связь с щитовидной железой, включают все железы внутренней секретности. Все. Из практики, мы же больше практики, да. Пару случаев было, что пропадала слюна у женщин. Казалось бы, ну, пропала слюна, хотя их уже на гормоны, на антибиотики. А это же ведь изменение вообще пищеварительной системы, да, всей. То есть, слюна не обрабатывает пищу, нету речной обработки, нету дезинфекции. Ну, это, в общем-то, большая проблема. И буквально три дня попить, и слюна вернулась. Потому что в слюны и железе должно быть очень много йога в них, достаточно. Потом, знаете, еще на щитовидную железу быстро вернусь. Очень сильное влияние идет, дает инфекционка. Зелиты, фаренгиты, то есть, все рядом. Тоже все. Бимунал, любые ОСЗ, ОРВИ и вообще-то зелиты, фаренгиты, эксидика и мариты, они уходят. Кто начинает пить, многие звонят и говорят, слушайте, у меня от вашего бимунала, вы говорили, что мы болеть не будем, а у меня, говорит, прям килограмм идет. Лень, извиняюсь. Я говорю, какая температура? 36,6. Значит, что? Человек сам уже, а, чистка идет, да, ну, отлично. Таким образом уходят гаймориты, причем стабильный результат. На долгие годы, я, кстати, свидетель, самого был 17 лет назад, хронический. И уходят кисты. Кисты, прям коричневые из носа. Потом светлее, светлее, и киста ушла сама. То есть, бимунал, инфекционку, это уграет очень хорошо. Может даже пробивать через ухо. Это было у моих двоих детей. Даже есть видео, кому интересно, покажу. Ни с того, ни с сего. Ребенок, правда, он у нас пил, ему было 5 лет. Он пил бимунал по ложке. И для него это, конечно, много. Натянуло, и ухо ему пробило. То есть, вот он ночью начал плакать, я его успокоил, уложил. Он все равно начал плакать. Я ему еще дал ложку, помазал мазь. И такой, как типа звездочки согревающие. И на утро на наволочке прям коричневые водили. Вот у меня у дочки, у старших так было, ей сейчас 16 лет. Это было ей тоже 5 лет. Тут 11 лет у нее уши ни разу не болели. Хотя мы пошли с ней в больницу, я что-то про этот эффект не знал. И врач говорит, у вас гнойный отит. Мы турунду поставляли с жидкой формой. Вот именно берем прям, мне шкуртик так скатали из бентика. В жидкую форму, не в массе. И в ухо на ночь. Две ночи поставляли, и все. Оказывается, просто он выбивает грибы, вот этот вот сел и дистахивает другую. Все, в ухо потом не болело. Сына тоже видео покажу, пожалуйста. На наволочке прям такие коричневые пятна. Все, тоже он в бассейн ходит. И уже года три вообще с ушами проблем нет. Вообще, это реальность, что ребенок может не болеть зимой. Это неправда, что вот мы идем там с мамочками, встречаемся. Вы куда? Мы в поликлинике. Мы с поликлинике. Мы дома сидим там болеть. Реально ходить может на все занятия и так далее, зимой и все, все, все. Просто немножко для профилактики бимональчика, пить, промывать, слизистые, вот. Это как вот на повседневное, но это будет вам давать здоровье ребенка. Можно ему так вот, знаете, в школу приходят, берем такую бутылочку, как правило, с утра пошел человек. Ему сюда раз, два, три, четыре, пять. Кстати, бывало, что в школе уже закрывают там что-нибудь какая-нибудь, а мои сидят и до упора. Здесь какая-то нагрузка идет. Ротовирус, интеровирус, скажите спасибо скажете. Те, кто не хочет испортить свой отпуск на море, как правило, нас к лету берут мамочки, которые говорят, слушайте, ну раньше мы по неделю могли с ротовирусом где-нибудь там под капельницами проезжать, в Турции где-нибудь еще. А тут ваш бимонал, как вы сказали в одном из роликов, ложечку ребенку раз, ложечку два, ну естественно с водой. И на утро отпуск продолжается. Вот, ну давайте закончим, да, еще раз, я так немножко, если бы он был просто от щитовидки или от головы, я бы там целенаправе искал. Я стараюсь всегда сверху вниз двигаться, то есть щитовидная железа, гипофиз, нос, глаза, вот таким раствором светленьким глазки промываем. Я лично знаю, что катаракты уходят, глаукомы еще раз бы не видел, не знаю, но катаракты, основные сенчатки, это все можно капать. Если конъюнктивит, два-три раз закапали, все, и то же самое вот, когда лопается сосудитель, надо покапать, быстренько все проходит. А скользко храницы может развить йод? Сразу, вот, нос промыли, все отлично. Отдельно выпьешь в день, допустим, ребенку дать с собой бутылку, когда за день его он выпьет. Ну, да, с утра же идет в школу, да, пусть первую половину пьет, даже еще все будут спрашивать, ну что-то пьешь. Вот, сенька. А если нос промыли, уже там даже на вас кто-то и чихнет, в принципе, он слизистый предохраняет, и все замечательно, не страшно. Ну, для носа можно и потемнее водичку сделать. Вот я здесь пипеткой, в принципе. Ну, бимонал, как я уже сказал, то, что он гонит слизь, да, вот здесь нужно оценить, оценить перегородку, да, в данном был случай нехороший, ну, там уже люди, как бы, сломанная перегородка, и, соответственно, раз она сломанная, вот он, я просто начал спрашивать, он говорит, все время слизь там застревала, нету прохода, и ножа нету. И это вот довело человека до онкологии. Ему сделали правую, вроде как, улучшение было, все, он забыл, перестал, а потом слева, и уже его не смогли спасти. Я, ну, как бы, у нас есть работа с онкологией, но здесь мы уже чем-то можем помочь. Вот. Так, дальше пошли. В общем, щитовидной железой, пожалуйста, пейте. И нашего йода бояться не надо. Вот, просто такую установку даю, потому что наш йод, еще раз говорю, там, 7 форм йода, 5 из них в ионной, хлорид, меди, цинка, кобальт, железо, марганца. Сейчас мы сделали еще йод наш с куркумином, для сердца там магний и калий. В общем, очень хорошая вещь, что мы уже оттестировали. Ну, просто можно, пока они начали. По железу, там я смотрел, гемоглобин, да, поднимает? Ну, смотрите, по железу, я вот с одним ученым общался, он говорит, вообще, первое, что кушать начинает железо, это паразиты. Вот, наши препараты железа. И я ему когда отдал биммунал, он такой вот через год говорит, слушай, ну, ничего себе, вот, насколько все гениальное просто. У вас не просто железо, а хлорид железо. То есть, если бы, биммунал работает антипаразитарно, фотографии тоже есть, шикарно. То есть, но он же повысит наоборот, если повысит наоборот. Во-первых, там у нас мало железа, сейчас я вам скажу, вообще фишка с железом, то, что, ну, как бы, вот, из общения с учеными я для себя. Вот, и выпивают биммунал, и первое, что он, паразит, там, раз, железо. Он его съел, а хлорид, который внутри, начинает его немножко будоражить, и бывает даже с флоблайзером дышат, дышат с биммуналом, да, и вот левого червей. И они живые, потому что он создает, как хлор, что тоже более сильный галоген, чем йод. Бывает, что хлор вытесняет йод, да, хлорид, что в воду добавим йод, он вытеснит. Но хлориды нормальные, вот здесь ученые советские соединили такие вещи, то есть все на антисепцию направлено, и хлорид, и йод. И он дает вот такой эффект, что антипаразиты, там, все паразиты, которые выходят, как правило, они живые. Люди звонят, он живой, там, умрет, типа, ну, лучше он выходит, когда он живой, чем мертвый, потому что там такая система такая, что там микропаразиты начинают его разъедать, там такая интоксикация. Поэтому в этом плане очень хорошо. Вот, и так. То есть повышенным гемоглобином? Повышенным гемоглобином, да, вот препараты железа не обязательно кушать, вы можете не исправить эту ситуацию. А нам нужно что исправить? Нам нужно обменные процессы наладить. И это, как правило, печенка, кишечник. Вот здесь бимонал, он это помогает, он стимулирует, он идет улучшение и усвоение. Потому что по печени мы работаем, это гепатиты у нас, в принципе, губни. Б, С, то есть еще и эстеральную терапию тоже. Я на бимонале видел все. И ВИЧ видел, уходил, и гепатиты, и с онкологией, он, как Жерыш сейчас показывал, да, рак ширки матки, рак желудка. Лично вел людей. Ну, как вел, это громко? Консультировал, я не ряду. Вот там были люди осознанные, они изначально не хотели никаких химиотерапий. Вот, и 10 лет, могу даже показать переписку с ней. Мы с ней работали в 13-м году, сейчас 23-й, она живая. Она, слава богу. Вот. Давайте дальше вниз пойдем, да? То есть, мы когда выпиваем, естественно, все вот идет здесь, да? Был случай, что дедушка у него грозди, кандиды, и он прям задыхался. Начал пить, и лучше ему стало. Мы еще подключили дыхательную схему с небулайзером, и все эти кандидозные грозди, вообще этот белый язык, то есть вот это все, кандиды, там, коковые дела, да, все теперь совокупляется. На бимунале он это все подчищает. Пока идет пищевод, если там что-то есть, он это все нейтрализует. Потом смотрите, у кого такой эффект, то пьет бимунал, и его начинает тошнить, или жжение какое-то. Значит, там воспалительный процесс. Когда человек адаптирован, он пьет бимунал, даже большие дозировки, просто как воду. Были случаи, что рвотный рефлекс, мужчине такой с животом крупный, назначили ему по 5 капель, по 10, и он такой, говорит, да, что там, 5 дней попил по ложке, вырвало его, он, говорит, видел вот такого какого-то слезневого гриба. Чуть грифома у него полно, но зато, говорит, потом другая жизнь начала, и похудел, и все-все-все. Поэтому это, конечно, по жесткому, да, это случайно происходит, но есть такие товарищи, которые говорят, о, все, точно, сейчас полтора литра, туда, два пальца. Можно и так, но, в принципе, лучше спокойненько все, как так, с арбентами, с водичкой потихонечку пить. Вот, попадает это в желудок, как я вчера говорил, да, то есть у нас желудок на третьем месте по степени концентрации йода в крови. Вот сегодня мужчина один, Игорь, врач, прибежал, говорит, специально ради вас приехал, и вот мы с ним как на одной волне, я говорю, что увидел? Он говорит, вот это, вот это, я говорю, да, 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 мы все увидели. Вот, очень интересно было. И вот он много поделился по именно гастритам, результатам, потому что иммунал гасит эту хеликобартактилы. Даже когда на бимунале изжога у человека, это значит эффект такой, что продукты распада, это хеликобартактилы, они дают изжогу. Ну, это буквально там неделька, и изжога эта уходит. Можно что-то добавить, с арбентой опять же, да, помогать, травы, детокс, герудотерапия, мы очень у нас хорошие результаты с герудотерапией. То есть, бимунал, как я уже сказал, патогенку насобирал, продукты распада, они какое-то время в крови, в лимфе, если ставим пиявочку, она лимфу продренировала. В общем, хорошая помощь идет. Вот. То есть, слизистые желудки у нас напитались, все, да, там начинается, потом, как я уже сказал, по кишечнику, да, то есть идет тонкий отдел, и уже дальше по кишечнику тоже все неспецифические язвенные колиты и так далее. Молочная железа, вчера тоже об этом говорил, что на втором месте по степени концентрации йоза, и до смешного быстро могут уходить. Мы все говорим не о онкологии, мы говорим о доброкачественных процессах. Вот, кстати, когда учился тоже на герудотерапевта, проходил курсы, одна из сокурсниц мне звонит. А, 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 я говорю, что, где, гинекология, нет, грудь. Пальпировала, было там, киста была, киста ушла. Буквально там 2-3 недели. Ну, это бывает, конечно, кому-то и больше надо, и дольше. Знаете, вот, просто расскажу, один из первых случаев таких ярких, показательных. У женщины была, здесь вот, как фундук, так вот, прям, выпирала. И, а, я уже возраст такой, 65, наверное. И мы с ней начали по чуть-чуть. Я говорю, на каком-то этапе, вот о чем я говорил, что набухает 4, даже не знаю, вы, почувствуете удушие. Вот, и она действительно мне, за 5 месяцев, она мне позвонила 3 раза. Она звонит, я говорю, да, хорошо, все хорошо. Потом звонит, вот, на 15 каплях, у меня, говорит, удушие, как вы говорили. Я говорю, давайте откатимся с дозировкой назад. Откатили, застабилизировали, и потом увеличили. И у нее этот фундук ушел. Представляете, через 5 месяцев рассосался. Вот тоже самое кисты в груди. И, так, сколько у нас там времени осталось? По гинекологии. А, вот, давайте, гинекология, что важный момент. Вообще у женщин это вот щитовидная железа, молочная железа и гинекология. Кжегошу показывал тоже результат рак шейки матри, женщину ввели. Но у нас, правда, там, он не взял с собой, внутривенно мы ее капали. Она сама капала себе. И то, что по липу выходит, фотографии показывал. Да, кому интересно, подойдите. Прямо даже сами по липу, которые уже на операцию, пьем. Организм сам исторгает это все делать. То есть, бимонал включает механизмы самоочищения внутренней. Вот, опять же, да, износа. Потом тут по туберкулезу даже есть переписка, я показываю. Парень взял, у него уже в левом легком кровь. И он мне пишет, я говорю, может с пяти капель быть по носу. Я говорю, еще неделю будет. То есть, вот пошло очищение, зато через две недели у него перестала идти кровь. А месяца через три я ему пишу, как легкие там. Легкие, чистые. Все. Сделал заказ, туберкулез ушел. Люди годами мучаются. На бимонале ушел туберкулез. То есть, по гинекологии миомы небольшие. Опять же, цикл может идти до месяца. Вот, если женщина там, ну, что-то не соображает, и она не услышала, я говорю, лучше вот с гинекологом тогда сами. Потому что, если вы пойдете и скажете ему, что у вас идет, как бы, цикл, он скажет, ой, кровотечение, срочно там на операцию и так далее. А как организму очиститься? Он выходит со сгустками, ушла, у него ушла киста. Медузы выходят, да, вот прям такие большие. То есть, уходит кандидор. Вообще, гинеколог по кандиде мощно работает. Очень мощно. Лучше средства, наверное, нет. Вот. И то же самое по аспергилусу, в случае вчера рассказывала, да, можно... Ну, напомню. Просто, ну, нам же стекается, мне звонят много. И вот женщина звонит года три назад и говорит, вот у меня аспергилус, я вот уже начала опухать. А это черные микозы, по сути, раковый гриб. И мне врачи сказали, вот три месяца там, как бы, осталось. Я говорю, как вы так подцепили? Она говорит, у меня мама от такой же истории умерла, у меня на руках. Ну, история просто страшная. И она говорит, ну, мама, я, как, начала делать искусственное дыхание. И сама вот это вот все дело подцепила. И врачи говорят, все, привет. Я говорю, да никакой не привет. Все, начинаю, пять капель, десять. Вот. И она потом позвонила, действительно, спустя два года. Говорит, помните меня? Ну, такую историю, конечно, как забудешь. Она говорит, вот два года прошло. Я говорю, вполне. Причем у меня, говорит, это прошло через три месяца. Врачи сами не могут понять, как это все случилось. Вот, ну, ладно, женщины, мы, по-моему, все про женщин, да? Мужчины тоже неплохо и по всему организму, и по эректильным функциям, и так далее. Вот, давайте, может, еще там минутки три, да, какой-нибудь вопросик, если у кого есть? Хотел показать, есть какие-нибудь, когда ты хочешь дать? Дозировка, в основном. Очень редко, чтобы вот так вот, говорят, так вот, аллергия на йод. Вот на синий йод, да, я к нему хорошо отношусь, но там, возможно, передозировка, потому что у нас все-таки вымерено все. А это фиолетовый стул, это явно такой, как бы, ну, признак отравления йодом. Ну, хотя, тоже это все, в принципе, так. Йода много не бывает, главное адаптироваться к нему. Ведь японцы же действительно, это же очень самый крупный клуб, у кого за 100 лет, клуб людей, они едят йода от 14 до 44 миллиграмм, миллиграмм, не микрограмм, не микрограмм, миллиграмм. Вот, то есть противопоказания, как правило, только дозировка. Если бабушке мы нальем ложку, сразу, естественно, у нее все пойдет из ушей, тахикардия, литмия, и она скажет то, чего мне дали. Поэтому у нас очень индивидуальный подход. Вот, ну, еще раз говорю, не поленитесь, покопайтесь, забейте просто в поисковик, йода дефицит. Ну, еще раз говорю, там, наверное, большое количество будет эндокринологии, гипотариоз. Вот. Но и давление, и тахикардия, и аритмия. Прежде чем идти к кардиологу и лечить сердце, нужно проникнуть по щитовиду сначала. Это все от щитовидки, тахикардия, и аритмия. А потом уже переходит в кардиологию, если мы с щитовидкой не разбираемся. То же самое, панические атаки, страха, тоже рассказывал вчера. Уже в психиатрии лечат, а достаточно было попить йодиком, все у нее нормализовалось. А ведь только это ложка в чайных или есть в талонах? Ну, вы, папа Дмитрия, я знаю, подойдете, поговорим. Кому-то мы назначаем три кадра. Вот я сейчас переписку потом покажу, вот у меня одна там женщина массажистка, она спортсменка, видать, бывшая, она говорит, я ложку, я ложку. Я с ней начал разбираться, а у нее камень в желчном. Единственная история, где бенунал нужно спросить у пациента, почему у тебя в желчном? Потому что если в почках он разобьет и раздробит все камни, причем человек даже не почувствует, он говорит, ой, у меня там был камень. Просто очень показательный случай расскажу. Остеопат мне звонит, дает трубку, говорит, слушай, тут пациент. Я так, может, напрекся, думаю, что там. Но мужик там смеется такой и рассказывает историю. У меня, говорит, не почка, а мешок с камнями, так врачи говорят. Я начал, у него, причем аксалаты, которые идут и режут. Но он говорит, у меня эта история, что там выходят периодически камни, не первый раз, и говорит, я начал пить ваш пимунал, но тоже не по пять капель, а сразу по ложке. И через пять дней чувствую, пошел камень. И я, говорит, ну, что делать, пошел за телефоном вызывать скорую, а, говорит, мимо туалета прохожу, чувствую позыв. И, говорит, как он выразился, как бы сходил, говорит, и камень об унитаз бряцнул. Я, говорит, его достаю, а мы шлифованы. То есть даже за эти пять дней бимунал убрал вот эти вот острые края, которые режут, которые бы застряли где-то. А он вышел нормально. Я говорю, ну, если бы вы попили по пять, по десять, горочку пошли бы, он бы у вас раз в песочек, и все. Вот, поэтому ложками это те, кто адаптирован. Дмитрий тоже вот, наливаю. Но вы подойдете, этот, и многим лучше по пять капель пить. Да вот эта женщина с желчным. Я и сказал, что будет там, она говорит, все, вот у меня было пять на пяти капель шевеления, там это, сейчас нет, могу я там десять, двадцать, триста, говорю, подождите, он и на пяти каплях. Здесь главное постоянство. Иной раз даже многие гомеопатические дозировки работают лучше, чем с этой дозой. Ну, естественно, если это онкология, мы не можем там пить пять капель, да? Вот, но онкология, это не нас. Здесь ничего не веду. Ну, то есть передозировки, ну, не бойтесь. Так, может? А вот я, как раз, этот случай-то все время привожу. Ну, например, не первый случай этот. Прям вот звонят, вот просто самый яркий, звонит женщина и говорит, а вы меня помните, спасибо, спасибо, там, что-то я говорю, подождите, что-то, что-то. И она мне рассказывает, что вот я вам звонила, там где-то три с половиной месяца назад, я ее вспомнил, да, она тогда позвонила, такая вся, у Дюма, Чоби, ну, она помогает, она мне поможет. В общем, я ее назначил, там, пять, десять, двадцать, до двадцати пяти капель. Вот, а когда она уже спустя три с половиной месяца позвонила, а, я говорю, да, подожди, что случилось-то? Она говорит, я вам позвонила тогда, у меня, говорит, что было? У меня, во-первых, панические атаки, страха, и меня в психбольницу на учет, меня прав лишили автомобильных и с работы выгнали. Так я, говорит, начинала с бимунал, у меня, говорит, прям какое-то просветление, и, говорит, все, крылья, говорит, расправились, и я психбольнице доказала, что я не псих, с работы ушла, потому что я дура, уже там коллегам, как бы, не объяснишь, да, вот косые взгляды. И права, говорит, я восстановила, все. Вот, и то же самое вот этот остеопарк, его супруга, панические атаки, страха, она в супермаркет все время заходила, идет, идет, а потом раз, присаживается, и он, говорит, я ее забираю. Тут, говорит, надавал ей там по 10 капель, и, говорит, заходит в супермаркет, ну, а я, говорит, уже жду, а она к одной витрине, к другой, а давай вот это купим. Ну, в общем, все проходит, и это именно четыре. Что это? У нас крови, крово на месяц. А, вот, три минуты. Видите, сегодня у кого-то. А можно вопрос, псориазы, дерматиты, это мазь, ну, или много лёвших, если я такого? Ну, у нас очень много фотографий, очень много фотографий. Мазь работает шикарно. Мазь, вот, все, кроме фурункулов, обращаю ваше внимание, потому что фурункул должен скрыться, а мазь немножко его закрывает, и он начинает расхватиться. А так, псориазы, любые грибковые порожжения, атопические дерматиты, вот видите, да, вот такая вот фиолетовая ножка. Подойдите, еще под видео покажу. Вот, 84 года, вот, видать, от грибка ногтя иммунитет подсел и пошло на всю эту. Вот так вот. И мы с ней вот начали, он сам врач, это его теща из Санкт-Петербурга. Я их просил, надо вот так наносить мазь, сверху пленкой притягивать и носок одевать, и на ночь. Не смогли, потому что щипит. А если мазь на здоровую кожу, вообще ничего не чувствуют. Но если воспаление, все чувствуют. Ну, они вот наносили, полчаса смывали, и вот ножка уже вот такая через неделю. Я говорю, слушайте, уже щипать не будет, поэтому давайте точно наносим и под пленку, и на ночь. Вот еще через неделю ножку уже вот прям видно светленько. Единственное, я увидел, что припухшее. Я говорю, что ты же у нас еще и герудотерапевт, давай я там, вот пиявочек поставил, немного лимфу там. Ну все, ножка беленькая, то есть по грибковым работает хорошо. Подходите. Рад был видеть, слышим. Спасибо вам. Спасибо.